здарова народ с вами варчик в этом видео с вами поговорим про борщ немецкая прокачиваемая пт 8 уровня на фоне вы видите вырезку из стрима поскольку почему-то я не сохранил реплей скриншоты результатов боя я сохранил а реплей почему-то нет как так получилось не знаю поэтому пришлось вырезать кусок стрима теперь поговорим про этот борщ заказали у меня три отметки на этом танке и это наверное один из самых интересных танков которые заказывали я реально кайфанул но поначалу все было совсем не так все потому что я на этом танке особо никогда толком не играл я думал что это танк играется на пушке скорострельной точной с альфой 490 там и точность 035 сведения 2 и 3 и дпм 2 500 казалось бы нужно играть на ней но я обязан был попробовать и вторую пушку тем более что ее просили на стриме когда я стримил ничего сложного принципе попробовать ее не было я и попробовал казалось бы сведение 27 точность 04 это си не учитывать экипаж оборудование расходники и так далее это изначальные цифры этого орудия по цифрам все так себе и дпм хуже и точности сведения и снаряд летит медленно по сравнению с той пушкой казалось бы она хуже во всем единственно что альфа не 490 750 но все на самом деле не так это орудие целиком и полностью переигрывает во всем пушку с альфой 490 она по сути вообще не играбельная на борщ и а вот орудие с альфой 750 она настолько классная она просто офигенная именно за счет этого орудия я кайфанул на этом танке но накладывает некоторые ограничения и особенности на стрельбу и так сначала про эти самые особенности из-за того что снаряд летит не быстро и навесом когда мы стреляем вдаль особенно на упреждение если мы будем стрелять по горизонту либо точка прицела будет смотреть за врага хотя мы вроде просто перед ним стреляем то снаряд улетит навесом через врага далеко поскольку снаряд летит по дуге поэтому когда мы стреляем вдаль желательно чтобы точка прицела упиралась во что-то на том же расстоянии где и враг желательно в него самого целится это такие вот особенности когда снаряд летит медленно и навесом это нужно просто попробовать понять научиться осмыслить и все будет не так сложно как кажется в начале я сразу же это знал понимал поэтому у меня не было этапа обучения проб ошибок я сразу стрелял как надо поскольку но это понятно и очевидно но мало ли кому-то непонятно поэтому я это проговорил это особенности стрельбы а в чем же это орудие лучше в том что снаряд он реально пытается попадать в середину когда вы попробуете этот танк с этим орудием вы сами поймете о чем я говорю на фоне остальных пушек и остальных танков это орудие реально попадает из него реально интересно стрелять ты чувствуешь что есть смысл сводиться целиться выцеливать орудие реально дает тебе отдачу от твоих усилий если на других танках и на других пушках ты что сводился что целился что не целился ты сколько усилий не прикладывай стрельба все равно одно и то же но это орудие дарит реальные ощущения от твоих стараний это интересно и прикольно я уже много лет не получал такого удовольствия стрельбы как на этом танке также здесь еще основным снарядом пробить и всего лишь 215 чего в топе вроде бы в принципе достаточно но вот есть еще снаряд голдовый кумулятив с пробитием 334 ни один тяж жирненький с кучей хп не останется довольным когда в него прилетит такой здоровенный булыжник с таким пробитием из такой альфой поехать и разнести тяжей на борще это не звучит как идиотизм какой-то если научиться на нем играть то вы с удовольствием поедете со своими тяжами убивать вражеских тяжей в ближнем бою как танк поддержки будете выезжать на разряженных тяжей и жестко их наказывать да это сложно но когда будет получаться какой же это кайф поэтому я считаю что борщ играбелен только на пушке с альфой 750 другая пушка не играбельная вообще потому что она хоть и по цифрам точнее она не попадает даже при полном сведении это не пушка а какое-то говно поэтому она не нужна вообще тем более она не подходит под геймплей борща чем медленнее едет танк тем ему альфа желательно нужно больше так будет легче участвовать в бою а борщ у нас настолько медленный и настолько плохо у него со скоростью что даже нет смысла ставить турбину прикол в том что у борща 207 мощность двигателя и удельная мощность получается 11 ты ставишь турбину она в процентах добавляет по сути ничего не добавляет потому что изначальная цифра нищая и к нищей цифре добавляется еще чуть-чуть ничего и в целом так и остается ничего поэтому ты что турбину ставишь что не ставишь танк едет одинаково никак поэтому она не имеет смысла я поставил улучшенный прицел досылатель и малошумную систему чтобы наш борщ был вообще невидимый в итоге в точность получилось до пайком 032 сведения 2 и 5 да и дпм 2 800 тоже неплохо с такой-то альфой я реально кайфанул от стрельбы это просто чудесно ни для кого не секрет что борщ имеет офигенную маскировку это действительно так поэтому ей тоже можно и нужно обязательно пользоваться но также можно и поехать и просто тяжам надавать кумулями по лицу как по мне у борща минусов но 2 0 брони из-за чего он пробивается фугасами всеми врагами и он очень медленный причем этот минус наиболее опасный из-за чего малейший неправильный тактически какой-то переезд неправильно заняли позицию и вы можете буквально с нулем сдохнуть я не на одном танке так часто не умирал с нулем как на борще я наверное за год столько раз с нулем не сдох как за один стрим на борще поскольку на нем буквально чуть-чуть как-то не так поехал все и сдох потому что ты уже назад не вернешься никак толком быстро не уедешь никуда не денешься все конец хп у него немного брони 0 но сколько же было боёв прикольных где я пострелял прямо от души это реально офигенный танк рекомендую его по-любому прокачать и кататься на этой пушке с альфой 750 для того чтобы реально кайфануть от игры планка на 3 отметки у танка 2480 сейчас она конечно может куда-то подвинуться вверх или вниз но я считаю что эта планка низкая среди прокачиваемых пт-8 этот танк на втором месте выше него т-28 но на мой взгляд если бы это был премиумный танк то планка на 3 отметки у него было бы далеко за 3000 это такая скрытая тайная имба для ценителей интересной стрельбы теперь поговорим про полевую модернизацию сначала выбираем сохранение набранной скорости потом улучшение точности поскольку изначальная точность на этом дрыне не самое лучшее а в итоге мы хотим стрелять хорошо точно и с кайфом ну и последнее это маскировка после выстрела получается у нас медленный ниндзя с дубиной и очень интересной кайфовой стрельбой я не видел и не помню вообще таких пушек которые бы реально прям старались попасть в середину причем на борща как-то не лень сводиться поскольку он пока медленно там куда-то выезжает он уже немного подсвелся и когда такое долгое что спешить стрелять особо не хочется сводишься целишься и он в принципе то и попадает причем даже с вертухи не сказал бы что пушка кривая особенно если пользоваться первой скоростью аккуратно выезжать быстро стрелять и закатываться вблизи можно стабильно наносить урон в общем танк реально классный надеюсь борщ не станет сверх популярным и все не будут на нем играть правильно потому что это будет что-то жесткое на восьмом левеле танк реально может нагибать рандом но не сказал бы что это легко из-за того что он не едет с вами был арчи карать красиво подпишитесь ставьте лайки всем пока а а